Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Светлана Васильева. Я ведущий специалист по адаптивным технологиям компании Elite Group. И сегодня мы поговорим с вами о новом плеере, который называется Victor Reader Stream 3. Вот у нас есть коробочка. Сверху у нас тут краткая инструкция. И вот сам плеер. Причем, если вы раньше пользовались или слышали про Victor Reader Stream 2, вот так они выглядят в сравнении. Рядом. В коробке у нас также есть, естественно, вилки для разных стран. Нужная нам здесь. И есть адаптер для зарядки. Возвращаем это обратно, поскольку мы будем говорить непосредственно о самом плеере. Итак, для тех, кто знаком был с предыдущей моделью, начнем с основных отличий между ними. В Victor Reader Stream 3 появилась поддержка Bluetooth, чего не было во второй модели. Что касается Wi-Fi, то тоже у второй версии была поддержка только 2,4 ГГц. У новой модели, естественно, есть уже поддержка и 2,4 и 5 ГГц. Иногда говорят, что это не так заметно, но мне кажется, что я вижу разницу по скорости немножко, когда я загружаю подкасты на 5 ГГц. Кроме того, у предыдущей модели аккумулятор был съемный. Здесь производитель решил аккумулятор сделать несъемным, то есть он не заменяем пользователем. Очень хорошо держит зарядку. Также, как и предыдущая модель, заявляют до 15 часов в среднем. Но я вот пользуюсь каждый день этим плеером и прям вижу, что очень хорошо держит зарядку. Кроме того, есть отличия по меню. Если в предыдущей модели мы семеркой переключались по меню, это было не всегда удобно, потому что если мы пропускали какой-то пункт, нам приходилось снова пролистывать. Здесь подход по меню другой. Мы сейчас это все посмотрим. Сейчас нет такого циклического меню, все собрано в одном. То есть есть локальное меню, в которое мы попадаем сразу, как нажимаем семерку, если оно есть. И есть глобальное меню, в котором собраны все настройки, то есть навигация по ним стала проще. Улучшен динамик у этого плеера, он стал громче и плюс его перенесли, само расположение динамика перенесли вниз. Теперь он у нас находится где-то здесь, где зарядка. Ну и, естественно, если у предыдущей модели зарядка была micro USB, то здесь, соответственно, USB-C. И еще одно отличие. Сделали такую штучку для SD-карты. Она теперь закрывается. То есть когда мы вставляем SD-карту, можем заодно это сделать. Чтобы SD-карта у нас не терялась и чтобы туда не попадала пыль. У нас есть такая силиконовая заглушка. Мы вставили SD-карту и вот она закрывается. Теперь у нас нет риска в том, что SD-карта у нас потеряется и в том, что туда будет попадать пыль, если SD-карты нет. Давайте включим плеер и пройдем по описанию всех элементов управления, потому что наверняка у нас найдутся зрители, которые раньше с этим плеером не были знакомы. Вообще, по расположению кнопок практически ничего не поменялось. Но если у предыдущей модели кнопки были такие пластиковые, то здесь кнопки такие прорезинированные немножко. На самом деле, предыдущая модель кнопки мне нравились больше. Мне кажется, что было нужно меньше усилия, чтобы их нажать. Но поскольку я пользуюсь этим устройством каждый день, я уже и к этим кнопкам тоже привыкла. Давайте посмотрим сейчас максимально, какая может быть у него громкость. И потом, чтобы лучше было слышно на записи, скорее всего, мы подключим его к колонке. Это максимальная громкость. Также, когда мы пытаемся слушать в наушниках и начинаем прибавлять громкость, мы получаем уведомление о том, что прослушивание на высокой громкости может повредить ваш слух. И вам нужно нажать кнопку подтверждение. И тогда плеер позволит вам прибавить громкость. Что вы все поняли, согласны, но все равно хотите прибавить громкость. Давайте начнем с описания плеера. Кнопка включения у нас находится на левом торце. Она такая маленькая, кругленькая. И чтобы включить плеер, нам нужно ее нажать и подержать. Ниже находятся две кнопки громкости. На предыдущей модели они были в виде стрелочек. Здесь они такие вот просто удлиненные, плоские. Я сейчас держу плеер так, чтобы как раз было видно левый торец. И кнопка включения, когда плеер уже включен, она также служит таким переключателем между скоростью, громкостью и высотой. Скорость. Высота. Громкость. По умолчанию она всегда на громкости. Если вы какое-то время ничего не делаете, она возвращается на громкость. И что еще здорово в этой модели, чего не было в той, теперь мы можем увеличивать скорость речевого синтезатора. То есть озвучивающееся меню. Все это мы можем скорость менять. На верхнем торце у нас находится вот только вот эта вот закрывашка для SD-карты. Портов других больше нет. На предыдущей модели они тут были. На правом торце у нас есть только кнопка записи. Она тоже немножко отличается. И такая продолговатая, небольшая. И по серединке точка. На нижнем торце, если к себе его кнопками держать, то слева у нас будет гнездо для наушников, затем гнездо для зарядки и динамики. Теперь вот так покажу. Гнездо для наушников, затем USB-C, гнездо для зарядки и для подключения плеера к компьютеру. Кстати, здесь тоже есть разница. Теперь при подключении к компьютеру мы видим внутреннюю память плеера, чего не было у предыдущей модели. Там используется у нас сейчас MTP-протокол, Media Transfer Protocol. И мы можем подключать плеер к компьютеру и копировать во внутреннюю память или из внутренней памяти. Я забыла сказать, вот когда мы левый торец с вами смотрели, на левом торце, где у нас кнопка включения и кнопки громкости, в самом низу находится гнездо для подключения внешнего микрофона. Ну и теперь у нас переходим непосредственно к передней панели. Здесь у нас расположение кнопок не поменялось, но поменялся немножко их вид. Вот, допустим, самая левая, самая верхняя кнопка в виде квадратика, которая у нас используется для перехода. Раньше на ней был еще выпуклый значок, теперь она просто квадратная. Следующая кнопка у нас круглая. Она у нас служит для переключения между онлайн и офлайн книжными полками. И при долгом нажатии и удержании включает и выключает авиарежим. Дальше у нас идет кнопка в виде ромбика. Она у нас выполняет функцию закладки. Ну и дальше у нас идут цифровой ряд кнопки от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и, соответственно, 0, звездочка, решетка. Кнопки 2, 8, 4 и 6 дополнительно маркированы такими выпуклыми стрелочками для того, чтобы легко их было находить, потому что они у нас выполняют функцию навигации. И на цифре 5 у нас две выпуклых точки тоже для ее идентификации. У кнопок тоже есть свои функции. Мы с вами, я думаю, посмотрим это в режиме описания клавиш, но главную кнопку, которую мы с вами должны помнить всегда, это кнопка цифра 1, которая позволяет перемещаться по книжным полкам. Дальше внизу под цифровым блоком у нас идет одиноко стоящий прямоугольник. Он был овалом на предыдущей модели. Это кнопка для таймера сна. И дальше у нас блок из трех кнопок внизу. Это перемотка назад, воспроизведение пауза и перемотка вперед. Опять же, на предыдущей модели кнопки перемотки были в виде стрелочек. Здесь они с такими выпуклостями по краям. То есть сами кнопки продолговаты и прямоугольные, но на концах у них есть такие же похожие выпуклости, как на цифровых клавишах, которые помогают их определять. Если мы повернем, здесь у нас серийный номер находится на задней панели и аккумулятор несъемный, поэтому у нас ничего не открывается больше. С описанием элементов управления плеером мы закончили. Теперь перейдем непосредственно к функционалу. У плеера руководство пользователя встроенное. Мы можем в него попасть, если нажмем и поддержим клавишу 1. Открытие руководства пользователя. Руководство пользователя HumanWr. VictorLeaderStream. Руководство пользователя от HumanWr. V1.3. Апрель 2024. HumanWr с гордостью представляет третью версию VictorLeaderStream, мощного плеера для прослушивания цифровых говорящих книг. VictorLeaderStream сконструирован как передовой высокопроизводительный плеер для воспроизведения файлов DAISY, MP3 и NISO для студентов, профессионалов или путешественников с обширными потребностями в чтении. Он позволяет вам переносить контент из персонального компьютера на внутреннюю память или внешнюю карту памяти и предоставляет возможность усовершенствованной навигации по файлам различных форматов. Пока мы читаем, можно посмотреть, как осуществлять навигацию. Допустим, вот у нас есть клавиши 2 и 8. Мы можем выбрать элемент навигации. Предложение, закладка, слово, прочитать по буквам, символ, уровень 1. Поскольку у нас руководство очень хорошо промаркировано по заголовкам, здесь есть и эти уровни. Уровень 2, уровень 3. Когда мы выбрали уровень навигации с помощью клавиш 2 и 8, клавишами 4 и 6 мы можем перемещаться по элементам. Один обзор VictorLeaderStream. 1.1 комплект поставки. В коробке находятся следующие предметы VictorLeaderStream. Сетевой адаптер с четырьмя международными винками. USB-C USB кабель для соединения с персональным компьютером или сетевым адаптером. Плоскопечатное руководство пользователя. 1.2 физическое описание VictorLeaderStream. Остановим, потому что физическое описание я вам уже рассказала. Таким образом мы можем перемещаться по тексту. Плюс мы можем осуществлять поиск. Если мы знаем, что мы хотим найти, мы можем нажать кнопку перейти к заголовку. Во-первых, мы можем указать номер заголовка. Переход по процентам. Мы можем по процентам в тексте перейти. Поиск в тексте. И осуществить поиск в тексте. То есть с помощью цифровой клавиатуры мы можем набрать текст, который хотим найти. Набирать мы будем, как помните, раньше было на кнопочных телефонах, когда у нас цифры означают буквы. Цифра 2 это у нас буквы А, Б, В, Г и так далее. Таким образом мы можем найти текст, найти следующий и предыдущий элемент в тексте и так далее. Поиск в Википедии. Мы также можем сразу запустить поиск в Википедии. Если мы читаем какой-то текст, хотим более подробно узнать, допустим, встретили мы там какую-то достопримечательность в тексте или какого-то автора, о котором раньше не знали, мы можем сразу же прямо из этого текста, если мы подключены к сети интернет, запустить поиск в Википедии и почитать об этом авторе или достопримечательности более подробно. Искать в Викисловаре. Также, если мы подключены к сети интернет, мы прямо из этого текста можем поискать слово Викисловаре. Если мы встретили слово или понятие, с которым раньше не встречались и хотим узнать, что это такое, собственно, вот нам в помощь. Именно поэтому я говорю, что Виктор Идер, кроме того, как плеер для использования развлекательного различного контента, он также очень хорошо подходит для образования, потому что для школьников и студентов наличие Википедии и Викисловаря очень удобно. И мы вернулись к поиску по заголовкам. Также мы можем при прослушивании и чтении текста менять скорость воспроизведения. Это у нас максимальная скорость. Это самое медленное. Я не могу это слушать. Вернемся к нормальной скорости. Когда мы слышим звук, это означает, что мы перешли к нормальной скорости, если у нас на паузе стоит текст, то мы можем регулировать скорость и слышать, какая скорость при этом у нас. Такая же ситуация с громкостью и можем менять тон. Собственно, по чтению текста, я думаю, все. Давайте выйдем из руководства пользователя. Руководство пользователя закрыто. С руководством удобно то, что оно встроено на плеере. Удобно, что вы можете к любой главе перейти, быстро найти то, что вам нужно. Если вы уже какую-то часть освоили, но что-то хотите более подробно изучить, то быстро находите и читайте. Теперь давайте еще одну вещь посмотрим, которая важна при изучении плеера на старте, когда вы только его приобрели и только с ним знакомитесь. Описание клавиш включено. Если нажать и подержать клавишу 0, то у нас включится описание клавиш. Соответственно, я могу нажимать теперь. Перейти. Онлайн функции. Закладка. Нажмите и удерживайте, чтобы установить закладку. Книжная полка. 1. Прокрутка вверх. 2. Управление книгами. 3. То есть цифра 3 позволяет у нас удалять книги, перемещать из внутренней памяти на SD-карту и так далее. Поэтому она называется управление книгами. Перейти назад. 4. А теперь вот это вот тоже очень важная кнопка. Где? 5. Где я? Клавиша 5 позволяет нам понять, где мы находимся, сколько мы прослушали. Перейти вперед. 6. Меню. 7. Тоже важная кнопка. Мы по меню с вами тоже поперемещаемся. Прокрутка вниз. 8. Режим воспроизведения. 9. Эта клавиша у нас переключает между некоторыми режимами. Например, если мы слушаем Daisy книгу, она переключает нас между текстом и аудио. Отмена звездочка. Информация 0. Если мы нажмем 0, то мы услышим очень подробную информацию обо всем, сколько мы прослушали, сколько осталось, сколько у нас свободного места на внутренней памяти, сколько на SD-карте, если она стоит, какой заряд и так далее. Подтвердить решетка. Клавиша подтверждения у нас решетка. Кроме того, если ее нажать и подержать, мы также услышим статус батареи и статус загрузок. Сон. 15 минут. Клавиша сон, соответственно. Таймер сна. Я уже об этом говорила. Переход назад. Удерживайте, чтобы перемотать назад. Воспроизведение. Стоп. Перейти вперед. Удерживайте, чтобы перемотать вперед. Собственно, когда мы изучили более-менее клавиатуру, мы снова нажимаем и удерживаем 0. Описание клавиши выключено. Теперь мы можем, допустим, нажать решетку. Теперь мы с вами поговорим про книжные полки. Я уже говорила, что на этом плеере их несколько, но есть две основных категории. Это книжная полка на устройстве и книжная полка онлайн. Переключаемся между книжными полками на устройстве и книжными полками онлайн. Мы с помощью короткого нажатия круглой кнопки, а по самим книжным полкам мы переключаемся единичкой. Заметки. 40. Заметок. 6. Заметки. Это у нас диктофон. Причем у нас сохраняется возможность маркировать запись во время записи. То есть, если вы находитесь на какой-то лекции, преподаватель начал новую тему, вы нажимаете клавишу закладка, и в записи устанавливается маркер, по которым вы потом можете перемещаться. То есть, если у вас несколько тем было за одну лекцию, и вы поставили, допустим, три таких закладки, то после того, как запись завершена, при ее прослушивании у вас появляется дополнительный уровень навигации, и вы можете по этим маркерам перемещаться. Говорящие книги. 74. Книги. 1. A band in the road. Здесь у нас книги преимущественно в формате Дэйзи. Здесь мы можем вот эту книжку включить. Но мы уже с текстом работали просто. Гутя 31 октября. Анна Низимова. Гутя. Глава первая. На распашку. Волк был всегда. Всегда был рядом. Придет в серенький волчок и укусит зубочок. Дальше на следующую книжную полку идем. Говорящие книги. 74. Прочие книги. 20. Книг. 1. 10 февраля 2021 года. Прочие книги сюда у нас попадают, в том числе и книги в формате ЛКФ. То есть, когда мы вставляем в плеер SD-карту, он создает свою структуру папок. В руководстве пользователя это все описано. Важно понимать и помнить, что книжки должны и музыка попадать в свои собственные папки. Вот книги в ЛКФ формате, они должны попадать в папку Other Books. Там у нас обычно идет значок доллара, потом VR, подчеркивание Other Books. Или знак доллара, VR, подчеркивание Music и так далее. То есть, в соответствующие папки должны попадать файлы. Сейчас я найду что-нибудь, что можно включить. Допустим, мы можем включить книжку. Дина Рубина. Белая голубка Кордова. Нет на земле ни одного человека, способного сказать, кто он. Это уже у нас аудиокнига в формате ЛКФ как раз. Мы можем ее слушать. И здесь у нас тоже доступны свои уровни навигации. Закладка. Переход по времени 30 секунд. Переход по времени 1 минута. Переход по времени 5 минут. Это я нажимаю клавишу 8. Переход по времени 10. Переход по времени 30 минут. Файл. Закладка. Соответственно, здесь у нас есть только навигация по файлам. Потому что так сделана книга. И мы можем по ним, вот, выберем навигацию. И если мы нажмем клавишу 6, допустим. Файл 2.002.LKF. Минуя маляду ним, белый зубчатый гребешок на теме высокого холма. Можем продолжить слушать. И здесь тоже перейти к файлу. Если мы знаем номер файла, мы можем нажать квадратик для перехода и ввести номер файла. Перейти к файлу. Переход по времени. Также мы здесь можем перейти по времени, если мы знаем. Переход по процентам. По процентам мы можем ввести 5. Допустим, 5 процентов. И нажать клавишу воспроизведения, чтобы к ним перейти. И выпрямился. Ну? Не молоча галима. Во время воспроизведения, если мы нажмем кнопку 5, где я. Где я? 13 процентов. Файл 4.004.LKF. Общее время 29 минут 5 секунд. Прошедшее время 5 минут 23 секунды. Оставшееся время 23 минуты 42 секунды. Когда мы нажимаем 5, он говорит нам информацию, сообщает именно про конкретный файл. А если мы нажмем 0, информация Белая Голубка Кордова. Автор 47 файлов. 1 папка. Общее время 20 часов 48 минут 7 секунд. Прошедшее время 2 часа 37 минут 56 секунд. Оставшееся время 18 часов 10 минут 11 секунд. 0 закладок в книге. Доступное место на внутренней памяти 12,39 ГБ. Карта памяти доступный объем 7,80 ГБ. Работает от батареи 83 процент информации о загрузках. Нет подключений к интернету. Включена попытка соединения с беспроводной сетью. Мак-адрес. Когда мы нажимаем именно клавишу 0, мы получаем очень много информации, как вы могли заметить. Это у нас чтение аудиокниг, ЛКФ книг, которые находятся на книжной полке и прочие книги. Когда мы переходим непосредственно на книжную полку, мы слышим, сколько у нас книг и какая книга сейчас активна. По книгам перемещаемся мы с помощью клавиш 4 и 6. 13. Гордость и предубеждение. На английском языке. 2014. Паркер Д. Джонс Т. Магуер Д. Никсен П. Спиррис. Таким образом мы переходим на нужную нам книжную полку, клавишами 4 и 6 выбираем нужную нам книжку и нажимаем воспроизведение для того, чтобы начать ее прослушивать. И в этот момент у нас появляются различные элементы навигации, которые я ранее показывала. В данной книге они могут быть какими угодно, все зависит от того, как книга сделана, как она размечена. В книге Дины Рубиной у нас это был ЛКФ, у нас были только файлы, поэтому мы с вами могли перемещаться только по файлам, по времени и по закладкам при их наличии. В руководстве пользователя, например, мы с вами могли перемещаться еще и по уровням навигации, потому что там они были размечены. Итак, мы с вами посмотрели книжные полки заметки, диктофон, посмотрели говорящие книги, где преимущественно Дэйзи книги и прочие книги, где у нас МП3 книги, разные книги ЛКФ. И мы идем дальше. Музыка 1, книга 1, вся музыка. Переходим к книжной полке музыка, и там у нас все становится как бы одной папкой. По музыке мы тоже можем перемещаться клавишами 4 и 6. 1, вся музыка, пользовательский список воспроизведений по папке. Например, выбираем вся музыка. 1, вся музыка, файл 11, your sister sister.mp3. И здесь он у нас видит разные файлы, которые находятся в папке Music на SD-карте или на встроенной памяти. У меня здесь, к сожалению, музыки на SD-карте нет, наверное, сейчас. У меня здесь живут фильмы в МП3. Ну, просто чтобы показать, как это звучит. Здесь у меня фильм просто с тифлокоментарием на английском. Ну, здесь у вас будет жить музыка, и вы сможете клавишами 4 и 6 по ней перемещаться, начать у вас произведения, и также по клавише 5 или по клавише 0 получать информацию. Идем дальше. Музыка 1, сохраненные подкасты, 115 эпизодов 1. В папке сохраненные подкасты будут жить подкасты, которые вы, допустим, будете перемещать из внутренней памяти на SD-карту. Если у вас никаких подкастов сохраненных нет, то эту папку вы можете и не увидеть. У меня они есть, поэтому она есть. Следующая книжная полка. Здесь у нас хранятся книги в текстовых форматах на этой книжной полке. После текстовых файлов снова нажимаем 1, и мы вернулись к заметкам. Мы прошли по всем книжным полкам, которые есть на устройстве. Теперь мы нажмем клавишу круглую в самом верхнем ряду и перейдем на книжные полки онлайн. Первая книжная полка – это подкасты. Здесь мы можем добавлять подкасты. Во-первых, мы можем выбрать рекомендованные подкасты. Рекомендованные Humanware – это подкасты, которые готовим мы и передаем производителю список подкастов. Кроме того, вы можете искать подкасты. Это я тоже покажу чуть позже. И добавлять их, и подписываться на них. Когда вы подкаст добавили какой-то, то новые эпизоды будут загружаться автоматически. Дальше нажимаем единицу. Интернет-радио. Интернет-радио. Один. Список воспроизведений. Один. Список воспроизведений Humanware International. Здесь вы тоже можете выбрать список воспроизведений. И кроме того, вы можете добавлять в избранные станции, которые вам больше всего нравятся. Ну и также вы можете осуществлять поиск в базе данных. Следующая книжная полка. Тюн-ин радио. Это книжная полка, которая не была у предыдущей модели Victor Reader. Тюн-ин появилась только в версии 3. Здесь вы можете тоже создать аккаунт и пользоваться. Если вы не создадите аккаунт, вы тоже сможете прослушивать. Просто вы не сможете сохранять в избранное, еще какие-то вещи делать. Если вдруг у вас есть подписка на Тюн-ин, вы тоже можете ввести здесь эти данные и тогда пользоваться всеми возможностями, которые этим сервисом предоставляются. Эта книжная полка относится к Википедии. Здесь вы можете осуществлять поиск статей и, соответственно, читать их и также сохранять. Собственно, мы прошли с вами по кругу. Когда мы добавим библиотеку онлайн, она тоже появится здесь, на этих книжных полках. Теперь я предлагаю перейти к меню, потому что для продолжения работы с книжными полками онлайн нам нужно подключение к сети Wi-Fi. Заодно мы посмотрим, как это делать. Итак, чтобы попасть в меню, мы нажимаем клавишу 7, как это и было раньше. Поскольку мы с вами сейчас находимся на книжной полке подкасты, нам первый пункт меню выдался локальный, как я и говорила, то есть контекстно-зависимый, связанный с подкастами. Теперь мы нажимаем еще раз клавишу 7. И мы с вами попадаем уже в глобальное меню, где собраны все настройки. Чтобы зайти в настройки, мы нажимаем клавишу подтверждения. Здесь у нас находится язык. С помощью этого пункта мы можем настроить котировку для чтения текстов. Мы можем поменять язык интерфейса и мы можем выбрать голоса. Давайте зайдем сюда. Первый пункт это загрузка языка и голосов. И здесь мы можем загрузить другой голос, в том числе и русский, потому что наконец-то появился дополнительный голос. Не только Алена, но что-то с фантазией у производителей голосов, потому что второй русский голос, который у них появился, называется Лена. Давайте вернемся назад. В это меню мы вернемся, когда подключимся к сети интернет. Здесь же у нас находится система в общих настройках. Здесь у нас настройки клавиатуры. Настройки даты и времени. Настройки режима сна. И все, собственно, выходим из системы. Идем дальше. Перемещаю себя по пунктам меню клавишами 4 и 6. Параметры автоматического выключения. Параметры автоматического выключения. Дело в том, что с этим плеером вы можете настроить, как у вас будет выключаться плеер полностью или все-таки уходить в режим сна. Когда он будет выключаться не полностью, понятно, что будет аккумулятор потихонечку разряжаться. Если вы будете выключать плеер полностью, то аккумулятор будет держаться дольше. Но здесь все зависит от наших потребностей. Что мы хотим? Быстро включать плеер и возвращаться к прослушиванию или экономить заряд? Это уже решает каждый сам язык. Все, собственно, больше ничего в общих настройках у нас нет, потому что мы вернулись к языку. Поэтому возвращаемся назад. Общие настройки. И идем дальше. Навигация и проигрывание. Навигация и проигрывание. Здесь у нас различные настройки, которые управляют воспроизведением. То есть мы можем здесь выбрать переход по времени. Сохранить последний использовавшийся уровень навигации отключено. Мы можем сохранять последний уровень. То есть вы видели, что при воспроизведении с помощью клавиш 2 и 8 мы выбираем уровень навигации. Вот эта настройка позволяет нам сказать, вот какой у меня был последний уровень навигации, его сохраняйте, чтобы он всегда был по умолчанию доступен. Здесь тоже каждый решает сам. Идем дальше. Здесь мы можем настраивать, какой режим будет, где у нас громкость и скорость. Круглая маленькая кнопочка переключается. Какой тут будет режим. Режим настройки аудио, высота. Есть только высота. Режим настройки аудио, высота тона. И высота тона. Сыкл отключено. Музыка в случайном порядке отключена. То есть вот эти настройки, как я уже говорила, все относятся к воспроизведению. Конец книги, сообщения. Здесь мы настраиваем, будет нам сообщаться, когда книга у нас закончилась или нет. Может быть звук, может быть сообщение. Переход по времени. Мы вернулись к переходу по времени. Выходим из меню навигации. Навигации и проигрывания. Кстати, на уровень вверх мы возвращаемся с помощью клавиши звездочка. То есть она у нас выполняет функцию отмены, назад и так далее. Беспроводное соединение. А вот теперь то, что нам нужно. Мы хотим подключиться к сети Wi-Fi. Поэтому заходим в беспроводные соединения. Здесь у нас Wi-Fi, Bluetooth. Режим в самолете у нас отключен. Здесь уже его можно и включить. Ну и также его можно включать и выключать с помощью нажатия и удержания круглой кнопки. Заходим в Wi-Fi. Тут у нас, как я уже сказала, есть еще Bluetooth. Режим в самолете. Всего три пункта. Заходим в Wi-Fi. Включено. Сам модуль Wi-Fi у нас включен. Статус. Новое подключение. И мы выбираем новое подключение. Поиск доступных сетей. Education. Заглавное. И заглавное. Он сразу нашел нам. You. Заглавное. Direct. Laptop. B98. TP-Link. Подчеркивай. MGTS. Подчеркивай. TP-Link. Подчеркивай. То есть много сетей он тут. Ю-КС 30. 0. Находит. Заглавное. Education. Заглавное. И заглавное. Подключимся к Education. Заглавное. Введите парольные. Чтобы ввести пароль. Мы тут уже переходим к работе с текстовым вводом. И клавиша закладка нас переключает между Заглавной буквы. Заглавными буквами. Числовой. Цифрами. Строчные. И строчными буквами. Здесь пароль цифровой, поэтому мы переходим на цифры. Заглавный буквы. Числовой. 9. 0. 3. 5. 5. 8. Мы ввели пароль. И нажимаем клавишу подтверждения. То есть решетку. Подтверждено. Успешно подключено. Введите псевдоним для этой сети. Если подключено. Мы подключились к Wi-Fi. Мы можем ввести название этой сети. То есть если нам не нравится название то, которое есть по умолчанию, мы можем назвать ее, допустим, работа. И ввести здесь. Мы этого делать не будем, поэтому я просто еще раз нажму подтверждение. Подтверждено. Подключено. Эдюкашин. Новое подключение. И мы подключились к Wi-Fi и вернулись в меню, которое отвечает за Wi-Fi. Здесь у нас есть. Запустить подключение. Удалить подключение. То есть мы можем удалить подключение, если оно нам больше не нужно. Импортировать настройки Wi-Fi. Можем импортировать настройки из файла, если у нас есть соответствующий файл. Проверка подключения. Если включено. Ничего сложного. Здесь все очень стандартно. Если мы хотим подключиться к новой сети, убеждаемся, что модуль Wi-Fi включен. И затем выбираем новое подключение. Выбираем поиск сетей. Находим нужную нам сеть. Нажимаем подтверждение. Вводим пароль. Снова нажимаем подтверждение. Если хотим, даем имя сети. Точнее, как они говорят, псевдоним. Потому что так оно и есть. Хотя вы можете назвать эту сеть так же, как она называется в реальности. И нажимаем подтверждение. Все, к Wi-Fi мы подключены. Теперь, если мы нажмем и поддержим клавишу решетка. Работает от батареи 80% нет загрузок. Теперь мы знаем, что мы подключены к сети интернет. Потому что мы слышим, что нет загрузок. Если бы мы были подписаны на какие-то подкасты. Или загружали книжку, здесь бы мы услышали статус. Выходим из настроек сети. К Bluetooth мы не будем сейчас подключаться. Я могу сказать, что оно работает. И тоже все стандартно. То есть, если вы заходите в настройки Bluetooth. Bluetooth отключено. Первый пункт это включено или отключено. Если вам нужно включить Bluetooth, то вы просто здесь сначала нажимаете подтверждение, чтобы включить Bluetooth. Bluetooth отключено. И когда вы это сделаете, когда вы включите Bluetooth, давайте... Активация Bluetooth. Bluetooth включена. У нас появляются дополнительные пункты. Выполнить сопряжение с новым устройством. Первый пункт это выполнить сопряжение с новым устройством. Подключить устройство. Подключить устройство, если оно у нас уже было когда-то подключено. Обсоединить, если мы хотим какое-то устройство. Удалить сопряженные устройства. И можем удалить сопряженные устройства. Bluetooth включено. Выполнить сопряжение с новым устройством. Соответственно, если мы выбираем выполнить сопряжение с новым устройством, у нас появляется список устройств, которые плеер находит. И мы уже к нему подключаемся, и звук начинает воспроизводиться с колонки. Я пыталась подключать его к колонке. Я подключала этот плеер к... У меня есть такие наушники-очки или очки-наушники, кому как больше нравится. Но, в общем, это солнцезащитные очки, которые одновременно еще и наушники. К всем этим устройствам без проблем плеер подключался. Выходим из Bluetooth. Давайте сначала выключим, чтобы... ...экономить батарейку. ...отключение Bluetooth. Bluetooth отключено. Так, выходим из настроек Bluetooth. ...беспроводное соединение... ...после беспроводного соединения у нас следующий пункт в меню... ...запись. ...это запись. Здесь мы можем настраивать все, что связано с записью. И, кстати, давайте посмотрим. Настройка громкости записи. Фиксированный предпочитаемый источник записи. Сейчас активно. Тип файла для встроенного микрофона. MP3, 64 кбит. Мы можем выбирать здесь настройки для встроенного микрофона, для внешнего микрофона. Но на что я хочу обратить внимание, это на выбор файла. Вот сейчас у нас выбран файл MP3. Если мы зайдем сюда, можем выбрать MP3. Flag. Flag. Wave. И wave. MP3. То есть у нас доступны такие вот варианты. Тип файла для встроенного микрофона. MP3. Тип файла для записи с гарнитуры. MP3. Внешний источник записи. Микрофон. То есть здесь мы можем делать настройки, все связанные с записью. В зависимости от того, что у нас подключено и с чего мы пытаемся записывать. Режим записи с внешнего источника. Стерео. Тип файла для записи с внешнего источника. MP3. Настройка громкости записи. Фиксированная. Собственно, вернулись к настройке громкости. Настройки онлайн. После настройок записи следующий пункт это настройки онлайн. Обновление по. Здесь мы можем посмотреть доступны ли у нас обновления. Так они проверяются автоматически по умолчанию, если вы не отключили это. И когда доступно новое обновление и вы подключены к сети интернет, вы получаете уведомление о том, что доступно новое обновление. И вы можете его скачать и установить. Также, когда появляется новая версия, вы можете скачать прошивку с сайта, скопировать ее на SD-карту и обновить вручную. То есть это все тоже описано в руководстве пользователя. Режим уведомлений. Сигнал. Сообщение и название. Здесь мы можем настроить, каким образом мы будем от плеера получать уведомления. Книжные сервисы. В книжных сервисах у нас находятся. Соответственно, чтобы подключиться к библиотеке av3715.ru, нам нужно зайти в книжные сервисы и потом выбрать Daisy Online. Добавить учетную запись. И первый пункт у нас здесь будет добавить учетную запись. Пожалуйста, подождите. И здесь нам нужно найти нашу библиотеку. av3715.ru Вот мы ее нашли. Клавишами 4 и 6 нажимаем подтверждение. Теперь нам нужно ввести имя пользователя. Это наш адрес электронной почты. Чтобы переключиться на английскую раскладку, мы нажимаем и удерживаем клавишу 7. И у нас появляется английская раскладка. Мы можем вводить текст. Я ввела неверный символ. Стрелкой вправо или перемоткой назад я могу удалить символ. Теперь мне нужно ввести символ подчеркивания. Я не помню, какой он по счету на клавиши 0, поэтому я включаю режим справки. В этом режиме мы можем узнать, на какой цифре какие буквы и символы у нас используются. Чтобы это выяснить, мы также нажимаем и удерживаем клавишу 0, как делали для режима описания клавиш. Описание клавиш включено. И теперь, допустим, если мы нажмем цифру 2. A, B, C, 2. Поскольку мы в английской раскладке, нам сказали, какие в английской раскладке символы здесь используются. Я знаю, что подчеркивание где-то на клавише 0, поэтому нажимаю 0. То есть мне нужно нажать 0 13 раз, чтобы набрать символ подчеркивания. Чтобы выйти из режима справки, нажимаем и удерживаем 0 снова. И теперь я пытаюсь ввести подчеркивание. Ввели символ подчеркивания. Собачку мы не посчитали. Снова включаем режим справки. Снова нажимаем 0. Описание клавиш выключено. Чтобы прочитать то, что мы ввели, мы нажимаем клавишу перемотки вперед. At mail.ru, V, A, underscore, at, M, A, I, L, точка, R, U. Теперь мы нажимаем клавишу подтверждения. Подтверждено, введите пароль. И вводим пароль. За главные буквы. Для этого я нажимаю клавишу закладка, чтобы перейти в числовой режим. Числовой. Чтобы цифры слышать на русском, мы снова переключаемся в русскую раскладку. Для этого нажимаем и удерживаем клавишу 7. Алена, 3, 5, 2. Ввели пароль, нажимаем подтверждение. Подтверждено, пожалуйста, вход выполнен. Подождите. Мы должны были подключиться к библиотеке av3715.ru. Когда это происходит, у нас появляется с вами на онлайн книжных полках новая книжная полка. Давайте выйдем из меню и проверим, произошло ли это. Нажимаем единицу. Мы вышли из меню. Вот и появилась у нас библиотека. Мы к ней подключились. Когда мы попадаем на эту книжную полку, мы можем клавишами 4 и 6 перемещаться. Выбираем динамическое меню. Выберите пункт меню. Поиск по библиотеке. Ну и дальше у нас появляются стандартные пункты, которые есть в библиотеке av3715. Это поиск. Новые поступления. Фунды. Моё. Поиск по библиотеке. Давайте, допустим, попробуем найти какую-нибудь книгу. Введите строку для поиска. Поиск производится по автору, наименованию и диктору. Здесь у нас работает тот же самый способ ввода. Если вы не помните, где какая буква находится, пользуйтесь справкой. Нолик нажимаете, удерживаете. Находите нужные буквы, выключаете справку и вводите их. Давайте найдём. Э. П. У. Ш. К. И. Э. 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 И можем прочитать по буквам опять. Пушкин. П. У. Ш. К. И. Э. Э. Подтверждено. Выберите книгу для скачивания. 1. Авинарюс В. Пушкин. Иванов М. 2. Авинарюс В. Чем был для Гоголя Пушкин. 3. Аверкиев С. Мой Пушкин. Клавишами 4 и 6 мы перемещаемся по результатам. 4. Аверкиев С. Мой Пушкин. То есть очень много тут, естественно, результатов будет у нас. То есть я могу быстро листать по результатам, если я знаю примерно. Как вы понимаете, я стремлюсь найти именно Пушкина. 97. Пушкин А. Араб Петра Великого. Ланская А. Отлично. Мы нашли все-таки Пушкина. 98. Пушкин А. Барышня Крестьянка. Артисты Новоржевского театра Псковской области. Давайте скачаем Барышню Крестьянку. Чтобы скачать книжку, мы нажимаем клавишу подтверждения. В очереди на загрузку. Слышим, что книга у нас добавлена в очереди на загрузку. EV3715.ru. Скачивание завершено. Пушкин А. Барышня Крестьянка. Артисты Новоржевского театра Псковской области. Еще что появилось по сравнению с предыдущей моделью Виктора Ридера. Теперь, когда загрузка завершается, подкасты или книжки нам сообщается, что именно у нас скачалось. Это очень удобно, на мой взгляд. А когда у нас книжка скачивается, если она больше, чем вот та, которую мы сейчас с вами скачивали, то при нажатии клавиши решетка мы слышим заряд батареи и слышим, сколько процентов у нас скачалось. Давайте выйдем из меню. И мы попали с вами на ту же книжную полку библиотеки. Зальемся за слог поэтами и тонких материй ради. И можем начать воспроизведение скачанной нами книжки. По другим онлайн-сервисам. Интернет-радио. Допустим, интернет-радио. Список воспроизведений. Один. Список воспроизведений Humanware International. Здесь я предлагаю вам тоже зайти в меню. Меню. Список воспроизведений Humanware International. И как раз первый пункт, список воспроизведений Humanware. Нажать здесь подтверждение и здесь найти русский. Интернет-радио. Мы нашли русский. Нажали подтверждение. Список воспроизведений Humanware. Русский. И он у нас сразу импортировался. Интернет-радио. Один. Список воспроизведений. Один. Список воспроизведений Humanware. Русский. И теперь мы можем выбрать какую-нибудь радиостанцию. Поиск в Утунс. Один. Список воспроизведений Humanware. То есть нажимаем подтверждение. Один. Радиовоз. И у нас появляется список разных радиостанций. Это у нас радиовоз. Если мы знаем номер радиостанции в списке, можем перейти к станции по номеру. Перейти. Станция 4. 3. 43, допустим. И нажимаем воспроизведение. Пожалуйста, подождите. У нас началось воспроизведение радиостанции, к которой мы таким образом перешли. Когда у нас на паузе стоит воспроизведение, мы можем перемещаться клавишами 4 и 6 и слышать название радиостанции. Во время воспроизведения мы также можем перемещаться. Пожалуйста, подождите. Клавиши 4 и 6 перемещают нас как во время воспроизведения, так и на паузе. С радиостанциями, я думаю, примерно понятно. Мы можем также добавлять их в избранное. Допустим, мы можем нажать клавишу закладка и добавить радиостанцию в избранное. Тогда у нас на книжной полке радиостанции появится дополнительный пункт меню. Добавлено в избранное 41, радио 7. Если мы сейчас с вами нажмем единицу. Заметили, у нас списка воспроизведения стало 2, потому что один список рекомендованных HumanWare. Потом поиск в Утюнс. Здесь вы можете искать радиостанции, если знаете их название. И избранное. Мы можем здесь выбирать. Клавиши подтверждения выбираем нужный пункт и слушаем. Поиск я уже не буду показывать, потому что здесь понятно. Вы вводите номер радиостанции, нажимаете подтверждение. У вас появляется список, если он нашел что-то. Вы выбираете нужную. И также можете ее просто послушать. Можете добавить в избранное, чтобы в следующий раз не искать. Тун и радио. Поиск радиостанции в Тун и ссылки. Ноль файлов. Поиск в Википедии. Поиск в Википедии работает по такому же принципу. Вы также вводите текст, находите нужную статью. Можете ее почитать или сохранить. С подкастами мы также заходим в меню. Загруженные эпизоды подкастов для сохранения. Первый пункт отвечает за количество подкастов, которые у вас будут загружаться с одной подкаст-ленты. По умолчанию выбрано три эпизода будет загружаться с каждой подкаст-ленты. Вы можете выбрать один, можете выбрать больше трех. И когда вы будете включать плеер и будет подключение к сети, будет проверяться наличие новых эпизодов. Если они будут находиться, они будут автоматически загружаться. Подкасты вы можете после прослушивания удалять. Можете перемещать их на SD-карту. И тогда они у вас появятся на полке на устройстве в папке сохраненные подкасты. И можете отключать автоматическое удаление. Это все делается с помощью клавиши 3. Почему иногда хочется отключить автоматическое удаление? Потому что если у вас стоит 3 эпизода загружать, появляется больше новых подкастов. И предыдущие эпизоды удаляются. Чтобы этого не происходило, если у вас вдруг больше трех, допустим, загрузилось, вы можете отключить автоматическое удаление. Новые эпизоды будут продолжать загружаться. А те, которые уже загружены, удаляться не будут. И вы уже их можете удалять вручную после прослушивания. Дальше идем. Импортировать ленты подкастов из файла. Если у вас есть готовый файл с RSS-лентами, вы можете его импортировать. Экспортировать все подкаст-ленты на каждой памяти. Если вы хотите перейти на другой плеер, то вы можете экспортировать на карту список своих подкастов и импортировать его на новый Victor Reader. Предложение подкастов от HumanWare русский. И здесь уже мы можем посмотреть предложение подкастов от HumanWare, то есть от нас, потому что мы HumanWare эти списки составляем, и подписаться на нужные подкасты. Выход из меню. Когда мы находимся на книжной полке подкасты, у нас есть пункт «Добавить». «Проверить наличие новых эпизодов». Подкаст-ленту. Есть пункт «Проверить наличие новых эпизодов», если вы уже подписаны. «Добавить поток подкаста». Когда мы нажимаем «Добавить подкаст». «Поиск по названию». Мы можем осуществить поиск в базе по названию. «Поиск по категории». «По категории». «Предложение подкастов от HumanWare русский». И можем выбрать предложение от HumanWare. Допустим, если мы сейчас нажмем сюда. То у нас появляется список подкастов, которые мы подготовили для HumanWare. «Два. Диалог. Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского общества слепых». Допустим, мы можем подписаться на журнал «Диалог». Чтобы подписаться на подкаст-ленту, мы просто нажимаем клавишу «Подтверждение». «Пожалуйста, подождите». «Подкасты. Диалог. Звуковой, общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского общества слепых». «Новый эпизод номер 4 за 2024 год. Вступление». Мы подписались и сразу начали загружаться в выпуски эпизода. Таким же образом мы можем подписаться на любые другие подкаст-ленты, либо найти их в базе, либо выбрать из списка. И когда мы подписались на подкаст-ленту, у нас начинают автоматически загружаться эпизоды. Вот у нас сейчас загрузилось уже несколько эпизодов. Три эпизода есть. Мы можем начать прослушивание. Допустим, мы уже прослушали этот подкаст и хотим его удалить. Для этого мы нажимаем клавишу «3». «Удалить эпизод из внутренней памяти». Если мы нажмем «Подтверждение», он удалится. Еще раз клавишу «3» нажимаем. «Переместить эпизод из внутренней памяти» на каждой памяти. Мы можем переместить на SD-карту. И третий пункт. «Предотвратить автоматическое удаление эпизода». Это если мы не хотим, чтобы он автоматически удалялся. То есть мы хотим удалить, поэтому еще раз нажимаем «3». «Удалить эпизод из внутренней памяти». Нажимаем «Подтверждение». «Подтвердить удаление номер 4 за 2024 год». И здесь защита от случайного удаления. «Нажимаем решетку для подтверждения или любую другую клавишу для отмены». Поэтому, когда вы первый раз нажимаете «Удалить», он еще раз вас спрашивает, чтобы вы случайно не удалили. Мы подтверждаем. «Удалено 2 эпизода 1. Информация для подписчиков». Удалили, и у нас осталось 2 эпизода вместо 3. Если мы хотим отписаться от подкаст-ленты, то мы нажимаем клавишу «1», чтобы перейти на подкасты. «Подкасты 1. Подкаст-лента 1. Диалог звуковой и общественно-политический. И той же цифрой «3» мы можем отписаться от подкаста. Нажимаем «3». «Отписаться от подкаст-ленты. Один». Нажимаем «Подтверждение». Во время прослушивания подкаста мы также можем осуществлять навигацию по времени. Если в подкасте есть разметка по главам, соответственно, по главам. Ну и можем также осуществлять переход по времени, по процентам, как и с другим контентом. Я лично пользуюсь этим устройством каждый день. Я понимаю, что есть сенсорные устройства, и пользоваться ими умею. Но просто я очень люблю кнопки. Кроме того, с этим плеером очень легко установить таймер сна. Если я знаю, что скоро заснул, я могу нажать одну кнопку. «Сон, 15 минут». Через 15 минут он выключится. И я могу в следующий раз снова начать прослушивание с того места, где мы остановились. Если вы не заснули еще через 15 минут, можно снова кнопочку нажать, еще продлить. «Сон, 14 минут». Первое нажатие, короткое, сообщает вам, сколько осталось. «Сон, 30 минут». Можно поставить на 15, на 30, на 45 минут, на 60, и также можно его отключить. Еще про что я не сказала, это что если мы нажмем кнопку «Сон» и удержим ее, то мы услышим с вами дату и время. Собственно, основные функции мы посмотрели, кроме TuneIn, но это все описано в руководстве пользователя. Дальше вы можете с этим более детально ознакомиться. Если у вас остались вопросы, вы можете их задать, написав по адресу info.sobako.elitegroup.ru или позвонить по номеру телефона 8 800 775 9231, и мы обязательно вас проконсультируем и ответим на оставшиеся вопросы по данному плееру. Желаем вам приятного использования, приятного прослушивания. Всем хорошего дня и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!